Люди думают, что в отношениях главное — любовь. Нет. Отношения требуют управления. Если вы не будете управлять отношениями, они умрут. Так происходит с большинством любовных романов. Они приносят радость только в первые несколько дней, а потом одно только беспокойство. Некоторые отношения — это полная катастрофа. Я хочу дать вам ключ. С помощью которого вы без чьей-либо помощи сделаете свои эмоции приятными. Вам это интересно? Знаете, в наши дни это как кнопку нажать. Встречаешь кого-то, влюбляешься, а потом говоришь. Нет, это не тот человек. И влюбляешься в кого-то другого. Так что же такое настоящая любовь? И может ли настоящая любовь случиться дважды или трижды? Я бы очень хотела это понять. Видите ли, есть то, что называют любовью, а есть то, что называют отношениями. Отношения происходят между двумя людьми. Это другое дело. Это определенного рода договоренность. Какие отношения? К сожалению, сегодня, если вы говорите слово «отношения», люди думают только об отношениях, основанных на теле. Нет. Если у вас есть брат или сестра, у вас с ними есть отношения. Но это не значит, что они телесные. У вас есть родители и есть отношения с ними. У вас есть друзья и есть отношения с друзьями. Все эти люди по ту сторону родил эфира. С ними у вас тоже отношения. Со всеми людьми, с которыми вы общаетесь, у вас отношения. Таким образом, слово «отношения» не обязательно обозначает только телесные отношения. Но, к сожалению, именно так его использует нынешнее поколение. Когда мы росли, оно использовалось иначе. Но сегодня люди считают, что отношения — это иметь с кем-то роман. Так что отношения — это другое дело. Потому что в них участвуют два, три или десять человек. Сейчас у всех вас есть какие-то отношения. Это группа людей, состоящих в отношениях. Семья — это тоже группа людей, состоящих в отношениях. То есть это определенная договоренность, обмен. Обмен может пройти хорошо, а может пройти плохо. Любой обмен, каким бы продуманным он ни был, иногда идет не так, как нужно. А иногда все проходит отлично. Потому что в этом участвуют два разных человека или даже десять разных людей. Даже если взаимодействие происходит только между двумя людьми, остальной мир так или иначе участвует в этом. Не раз человеческие отношения разрушались не из-за двух людей, а из-за третьего, четвертого человека, находящегося где-то в другом месте, который тоже может как-то повлиять. Такие вещи происходят. Но сейчас, говоря о любви, давайте отделим любовь от отношений. Любовь — это то, что происходит внутри вас. Отношения — это то, что вы делаете в мире. То, что вы делаете в мире, всегда подвержено влиянию разных сил. Любой обмен, который мы совершаем в мире, подчиняется различным обстоятельствам. Когда вы вовлечены в мир, что-то происходит правильно, а что-то неправильно. Потому что в управлении участвуют многие. Люди думают, что в отношениях главная любовь. Нет. Отношения требуют управления. Если вы не управляете отношениями, они умрут. Если вы не управляете отношениями, они развалятся. Но любовь — это то, что происходит внутри вас. Она не зависит от внешних сил. Но сейчас, к сожалению, люди позволяют ей быть зависимой. Но на самом деле, то, что происходит внутри вас — сладость ваших эмоций. Не должна определяться кем-то другим. Не так ли? То, что происходит внутри вас, должны определять вы. Вы не можете определять все, что происходит в мире. У вас есть какая-то роль, но очень многие люди участвуют в этом. Или если отношения между двумя людьми, то каждая из них играет в этом роль на 50%. И так влияет множество вещей. Как люди это воспримут, что произойдет, какая будет ситуация. Но то, что происходит внутри вас, должно происходить так, как вы этого хотите. То, что вы называете любовью, это то, что происходит внутри вас. Но, к сожалению, люди говорят вам, «Любовь витает в воздухе». Это означает, что воздух загрязнен. Должно быть, это воздух в Дели. Но даже в Дели сейчас, как мне сказали, чистый воздух. Я давно там не был. Так что любовь не в воздухе. Любовь — это то, что происходит внутри вас. По какой-то причине ваши эмоции стали сладкими. Сейчас вы используете внешний стимул. Вы используете другого человека в качестве ключа, чтобы сделать ваши эмоции сладкими. Я хочу дать вам ключ, с помощью которого вы без чьей-либо помощи сделаете свои эмоции приятными. Вам это интересно? Чтобы вы всегда поддерживали свои эмоции приятными. И ключ должен быть у вас. Как только вы отдадите ключ кому-то другому, возникнет беспокойство, что произойдет, что произойдет. Так происходит с большинством любовных романов. Они приносят радость только первые несколько дней, а потом одно только беспокойство. Некоторые отношения — это полная катастрофа. Все зависит от того, сколько у людей здравого смысла. Но по существу, то, что происходит внутри вас, должно определяться вами. То, что происходит в мире вокруг вас, никогда на сто процентов не определяется вами. Поймите это. Вы никогда не сможете единолично определять то, что происходит вокруг вас. Вы не сможете сделать это, даже если взаимодействуют только два человека, потому что другой человек будет поступать по-своему. Если ключом от вас владеет кто-то другой, а не вы, то иногда вас откроют, иногда закроют, и потом выбросят ключ. Тогда вы говорите, «Любовь — это катастрофа». Любовь — не катастрофа. К сожалению, отношения всегда могут стать катастрофой. Но не нужно воспринимать их так. Просто иногда человеческие отношения не работают. Не обязательно между мужчиной и женщиной. Даже между братьями, между сестрами, между родителями и детьми, между друзьями, они не работают. Разве это неправда? Отношения не работают. По самым разным причинам. Но сейчас, когда у вас есть эта несбыточная идея, что кто-то другой должен сделать ваши эмоции приятными, вы определенно будете мучить этого человека. И завтра утром этот человек наверняка исчезнет. Так что необходимо понять, что любовь — это ваша прерогатива. Вы должны быть любящими. Какая разница, есть здесь кто-то или нет? Какое это имеет значение? Сладость ваших эмоций очень важна для расцвета вашей личности. Если вы хотите развивать свой интеллект, если вы хотите развивать свои способности, если вы хотите функционировать в мире наиболее эффективным образом, ваши эмоции всегда должны быть приятными. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok